Приветствую друзья, я приветствую вас на канале Атомлонов Лайф и сегодня я продолжаю свое видео, свои видео о том, как пойти обучиться на профессию физиотерапевт здесь, проживая в Германии. Сегодняшняя тема у нас будет такова, опять связана с финансами, если вы посмотрели мое последнее видео, то вы увидели сколько стоит обучение, оно стоит не так дешево, оно стоит 4716 евро, это довольно таки много, и откуда же взять эти деньги, чтобы платить за обучение. Вот сегодняшняя тема нашего видео как раз будет на эту тематику, и я вам расскажу о том, откуда взять эти деньги. А это все очень просто, в принципе очень просто, да? Те, кто имеют немецкое гражданство, тем немножко повезло, и возраст до 20, до 30 лет, и возраст до 30 лет им тоже немножко больше повезло. Потому что эти люди могут пойти в такую организацию, где выдают бафик, поставить туда антрак, и если положительно, извиняюсь, будет рассмотрен ваш антрак, то вы получите бафик. Так, мы сходили в такую организацию и поставили антрак, называется антрак АУФ, АУСБИЛИНСФЁРДЕРУНГ. Здесь что заполняется? Здесь заполняются ваши личные данные, ваша фамилия, фамилия при рождении, место рождения, имя, дата рождения, пол, семейное положение. Потом, что еще заполняется? У вас место проживания ваше, заполняются банковские данные, банковские ваши конта, есть ли у вас дети, сколько вы получаете детское пособие, если вы его получаете. Так, дальше еще, какие у вас есть дополнительные доходы, заполняется информация. Что еще? Сейчас мы посмотрим, я быстренько, здесь очень много листочков. Есть также, как заполняются определенные пункты этого антрак. Два, три, три листа уже с объяснениями, так, три, четыре, четыре листа с объяснениями, как заполняется этот антрак на немецком языке, естественно. Потом, что еще есть? А, пишите свой Lebenslauf, когда вам нужно будет написать свой Lebenslauf. Это тоже входит, как бы, в комплект заполнения этого антрага. Они должны знать, как все у вас состояло до этого, где вы проходили свое обучение, для того, как пойти учиться на данную профессию. Все это заполняется. Сейчас я вам найду более подробно, что еще нужно сделать. Также, также нужно еще сделать очень важный момент, то, что после того, как вы заполнили документы на Wafi, у меня более подробный вариант есть, потому что я всегда делаю копию всех документов, которые мы заполняем и отдаем в различные организации. Так, также заполняется еще плюс данные мужа, в данном случае меня, мои данные, где я работаю, сколько я получаю. Также плюс заполняется, это называется, I'm Commons Erklaring. Этот источник называется. Также заполняется I'm Commons Erklaring для родителей. И, да, для родителей заполняется, то есть, сколько получают, то есть, какие данные указываются, фамилия, имя, отчество родителей, год рождения, место проживания, есть ли у них еще дети несовершеннолетние, где они учатся, эти дети несовершеннолетние, сколько они зарабатывают. Это все заполняется на маму и на папу. Плюс еще подоставляется такой документ из JobCentra. Из JobCentra подоставляется документ, который называется Nachweis Uber D. Meldung von Zeitendes и дальше. Короче, Arbetschersgeldzwei в данный момент получали за... Если мы подавали документы в 2016 году, то нам нужно было подать этот Nachweis за 2014 год. То есть, сколько денег мы получили... Не получили сколько денег, а что мы действительно получали социальные пособия от JobCentra. Потому что от этого зависит размер бафика, который вам будут выплачивать. И в 2014 году мы только приехали в Германию и начали получать пособия с октября месяца. А с 1 января до того момента, когда мы начали получать пособия, мы писали объяснительные записки. Это писал я и писали родители о том, что мы находились не на территории Германии, проживали на территории России и не получали никаких денежных средств здесь, в Германии. То есть, это нужно было написать. А в этом году, когда мы уже подавали... Потому что антракт на бафик подается ежегодно за 3 месяца до его окончания. То есть, если антракт дается на 1 год и он заканчивается в конце июля, за 3 месяца нужно подавать новый антракт. Это обязательное условие. Если вы придете позже, за 1 месяц, то уже будет, может быть, возможно, поздно. И ваш антракт не примут. И как бы не получите вы денег. И вы должны будете самостоятельно оплачивать свое обучение и свое проживание. Так, вот эти два документа мы еще дополнительно... То есть, эти документы дополнительно с джоб-центром мы предоставили. Потом нужно было предоставить запрещенный аусбрюнгсфордракт, так называемый, к тому месту, где будете проходить обучение. Это тоже обязательно для того, чтобы получить бафик. Следующий момент, которым нужно было документ предоставить, его нужно было предоставить для моей жены. Это что номер? То есть, налоговый номер. Он присылается абсолютно всем при приезде в Германию. Что и D называется. Для моей жены нужно. Для остальных мне нужно было. Следующий момент, это нужно было предоставить МИДФОТРАК. О том, что мы снимаем квартиру, сколько мы платим. Тоже это нужно предоставить было в это бетонство, которое занимается выдачей бафиками. Еще следующий документ, который нужно предоставить, опять же, это бэшайт с джоб-центра о том, сколько вы получаете денег от джоб-центра. Если в прошлом году мы подавали документы, мы получали оба от джоб-центра деньги, то в этом году я получал самостоятельно эти деньги, там небольшую сумму. Сейчас я расскажу срок. 431 евро я получал от джоб-центра. Пока не начал свое обучение. И вот этот бэшайт я предоставил, свой бэшайт для Инны в бафик, в это ведомство, где выдают бафик. То есть вот это все документы, которые нужно предоставить. Еще раз давайте я повторюсь. Это нужно предоставить антрак на хвайс за 2-годичной давности получается с джоб-центра. О том, что вы там состояли и получали социальные пособия. Аусбилдинг фэртрак. Так, потом штоерн номер для того, кто подает заявление, этот контракт ставит. МИД фэртрак о том, что вы снимаете квартиру. И бэшайт от джоб-центра о том, сколько вы получаете денежных средств. После того, как мы подали все эти документы, у нас их взяли и сказали, что по почте пришлют бэшайт о том, сколько именно будет получать денег за бафик. Этот бэшайт нам прислали. Вот он у меня находится здесь. Здесь указано в этом бэшайте номер, по которому она зарегистрирована в этом ведомстве. И указан бэшайт. То есть, это указан период времени, с какой, по какой выплачиваться будет оплата, вот этот сам бафик. И сколько, какая сумма будет выплачиваться. Сумма, она разная. Если вы проживаете с родителями, у вас будет одна сумма, она будет, естественно, меньше. Если вы проживаете одна, либо один, и у вас нет детей, то это будет другая сумма. Если вы проживаете с семьей, то и это будет третья сумма. Если вы проживаете с семьей, и у вас есть дети, это будет четвертая сумма. То есть, все зависимости индивидуально. В каждом случае рассматривается ваш вопрос и назначается сумма этого баффика. Сразу скажу, что сумму баффика, точную цифру называть не буду, но немножко больше, чем 600 евро, получает Инна ежемесячно баффик. То есть более подробно я вам так рассказал, что нужно сделать для того, чтобы получить баффик в Германии. Санкт-Бшайт нам прислали практически перед началом учебы, это был конец июля месяца, и деньги уже были зачислены в конце месяца. Получается, как джок-центр зачисляет деньги в последний день месяца, так же и с этого ведомства тоже зачислили баффик в конце месяца. И зачисляется он ежемесячно в течение одного года, и по истечении этого года, как я сказал, нужно ставить новый антракт, и они рассматривают, потому что, может быть, какие-то у вас изменения произошли и тому подобное. В принципе, ничего сложного в этом нет, здесь можно все самостоятельно подчитать, вписать и отдать этот антракт на рассмотрение. Ну что, друзья, буду на этом заканчивать свое видео. Я вам надеюсь, что подробно рассказал о том, как можно получить баффик, проживая в Германии, для того, чтобы проходить обучение и самостоятельно, ну, не самостоятельно, с этих денег, которые вы получаете, баффик, оплачивать свое обучение в Германии. Если есть какие-то вопросы, вам что-то непонятно, пишите мне в комментариях, я обязательно отвечу. Конечно, может быть, не сразу отвечу, через какой-то промежуток времени, но один раз в месяц у меня есть такая рубрика «Ответы на ваши вопросы», и обязательно по окончании какого-то ближайшего месяца, когда мне напишите комментарий, я отвечу на ваши вопросы. Я же, в свою очередь, желаю вам всего доброго, всего хорошего. Те, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Видео было интересным пальцем вверху, неинтересным пальцем вниз. Те, кто хочет самый первый узнавать о выходе моих новых видео, рядом со словом «Подписка оформленная» имеется колокольчик, нажимаете на него. Потом у вас появится рамочка, нажимаете на «Ок», и тогда вы самые первые будете узнавать о выходе моих новых видео. Так что, друзья, до новых встреч и без байт. Чус! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!